Главный тренер подмосковных химок Римас Куртинати в сложных ситуациях всегда находит выход. В прошлом сезоне ему не хватало игроков для замен, но он обыгрывал ЦСКА. Сейчас три центровых получили травмы, но он обыграл Уникс под кольцом. Олимпийский чемпион, экс-министр спорта Литвы и бывший главный тренер сборной Азербайджана стал гостем нашей редакции. Здесь мы работаем, вот наша карта, а здесь у нас все электрички проходят. Вы у нас в гостях первый раз. На карте вы ее много раз видели, вы ее знаете наизу. Конечно, я советский. Вот скажите мне, где находится Сеул, где вы выигрывали золото? Давно это было? Да, давно. Вот, блин, попал себе. Ух ты. Ну и что я нахожу? Здесь вот Сеул, а здесь вот ниже вот Австралия, где я играл. Да, Сеул мы выиграли олимпийские медали. Мир огромный. И вы без континента, где вы не играли? Ну, наверняка есть вот точки мира, где вы не выходили. В Аляске я не был. Ну, мы не скоро вернем. Ну, здесь мне сложно. Я только где? Здесь был. Марокко был. Ну, а в Саудор-Араби был. Да, в Африке. В Австралии? В Австралии играл. Вот, Танзул мой. Мой городок. Сейчас мне даже сыр был. Ну, Танзул. Вот здесь моя была. Игроком объездили весь мир, а тренером ограничивались вот прям совсем чуть-чуть. Ну, пока я еще молодой тренер, подающий надежд, может быть, у меня все впереди. Я помню, когда мы, как игроки, все время пытались войти в НБА. И рад, что и Шарунас Марчеллионис, и Александр Волков, Сабонис. Ну, потом уже пошла вся плеяда, уже как Кириленко, Мозгов сейчас уже все. Но когда мы первые шаги делали, тоже было вроде из области невозможного. И сейчас я рад, что уже мы имеем двух европейцев. Ладно, там имеем побольше, которые работают пятым и восьмыми тренерами, особенно балханцы. Но мы сейчас имеем Девюта Блата, мы Аторе Мясину имеем, который уже там как бы свой человек. Думаю, что эти хорошо люди, пионеры, которые открывают этот мир для европейцев. У меня есть неплохие контакты с тренером НБА. Начали говорить, ну, ты нам расскажи про этот свой интернешнл баскетбол, потому что даже они не называют это итальянским, испанским, российским, а не интернешнл, потому что даже не знают, знают, что за забором что-то есть, да. Но пока вот времена такие пройдут еще 10 лет. Не сомневаюсь, что европейские тренера поедут туда, будет преподавать другой баскетбол, потому что более тактический, как сейчас мы видим, как играет Сан-Антонио Спарш. Сколько там американцев играет? Мало. Торонто все время ориентируется на европейцев, да. И сейчас в этом сезоне отлично играет, да. Видите, даже такая команда, как Климланд, ориентируется уже не только на мастерство европейских или мировых, не американских игроков, а уже ориентируется на мозги, на тренера, как Девида Блата, который уже не видит, что это шаг за шагом, не так все процессы, это быстро не происходит. Я считаю, что если ты хочешь выиграть одно очко, первое, что должно быть хорошо, химия в команде, в раздевалке, да. Эту химию обычно поддерживают какие-то игроки. У нас очень был хороший игрок Крэшо, лончер, он эту химию делал, да. У нас очень сейчас хорошо эту проблему решает Марко Попович. Он общитель, он со всеми может общаться. Одним словом, нельзя как бы уйти далеко направо или налево, должен где-то какую-то середину баланс держать. И этот баланс я вижу так, я не знаю, как другие тренеры. Мы молодой тележурнал, мы выходим всего лишь второй год, но нам уже есть чем похвастаться, наш маленький музей здесь. Наш маленький музей, здесь история небольшая, но она есть, связана больше с успехами сборной. Вот, например, Майка Антона Панкрашова, в этой футбол-майке он выиграл чемпионат Европы в 2007 году. То есть маленькая, но реликвия. Матч звезд, памятник Сергея Белова, трагичная история, но мне очень приятно, что мы помним своих звезд. Телеканал «Спорт» — это канал, где мы выходим каждую неделю. Хороший номер, десятый. Я всю жизнь так видел, да. Немножко памяти ретро, воспоминания о ярком всплеске российского баскетбола. И в прошлом году появился «Красный октябрь», очень яркая команда. В этом году «Автодор», полные трибуны и тоже какой-то всплеск, и значит, мы не стоим на месте. Чемпионат Европы 2005 года. Виктор Хряпа — один из символов российского баскетбола сейчас. В этом майке он стал первый раз лидером сборной. Он уже выходил с стартовой пятерки, на него был результат. И Никита Маргунов, который продолжает карьеру. Это форма из Индианаполиса, 2002 год. Мы с треском провалились, и после этого чуть-чуть поступательное движение вверх пошли и дошли до Олимпийской бронзы. Дань уважения американскому баскетболу. Вот, на мой взгляд, лучший игрок планеты. Я считаю, что все равно самый сильный игрок всех времен это Майкл Джоц. По интеллекту, по физическим данным и вверх пошли по стилию. По глигениам результатам. Да, по стилию игрой. Главное моменте 2014 года по версии Римас Куртенайтис. Номер пять. Петр Губанов. Плей-оффе единой лиги в АТБ. В защите было сделано все, что мы могли. Но бывают в баскетболе такие броски, где в защите не имеют возможности остановить попадание. Грустно, но очень важные воспоминания. Одна из самых больших негативных моей тренерской работы. Четвертое место. Тейрис Райс приносит победу в Астане своей блестящей игрой, своими блестящими передачами и забиванием. Не часто бывает в баскетболе, что победу команде приносят результативными передачами, но тем не менее, это самый важный компонент баскетбола. Жоффре Лаверн, который на чемпионате мира принес двумя забитыми штрафными бросками и победу против сербской команды, проявив очень агрессивное нападение. Игра с Сербией Жоффре Лаверна и забивание двух штрафных бросков в конце игры с Сербией добавила нам уверенность, что мы сделали правильный выбор, подписав ему в БК «Хинке». Вице-чемпион гип-парада Тейрис Райс своим блестящим броском принес победу в четверке Евролиги в полуфинале, тем выиграв и Евролигу, и заявив звание МВП этого турнира. Тейрис Райс украл победу в ЦСКА, выиграл Евролигу, стал МВП этого турнира, и я очень рад, что он оказался у нас. Ну и, конечно, возглавляет нашу пятерку Джеймс Агастин с главным событием года, и очень важный матч из ЦСКА, забивший решающий бросок на последние секунды. Этот момент двойне успешный, потому что надо сначала было перехватить мяч и потом забить за 2 секунды до конца. Не часто так бывает. Главное событие года от Римаса Хуртинайтесь, увидимся в следующем году.